всем привет с утра приезжал мастер по отливам и по замене абажуров в общем отлив не доделали мне не понравилось что вот так вот дико торчит он стандартный надо заказывать нестандартный пока что этот вот он здесь оставил этот отлив сказали будут заказывать по размерам вот отлив тут нужен потому что все равно я с утра заходил тут прям капли натекали висели сюда вот надо тот отлив в любом случае сделать вот абажуры по окну кстати сфотографировал все но то что треснул профиль комментариях мне писали что он может вообще еще больше разойтись лопнуть и будет задувать вот она трещина растут на шве треснула я не знаю починить бы это просто ты все чтоб это все не переделывать может как-то залить какой-нибудь эпоксидкой или чем-нибудь таким вот абажуры поменяли вот сделали нам теперь в глаза не бьются те прям заходишь и сразу в глаза бросаются такие с цветочками абажуры сейчас четко стало нормально я не знаю просто наверное многим бы те понравились с цветочками но нам наоборот нравится все просто что такое простенькое не напрягающие вот такие вот абажуре вода за ночь все остыло все холодное замерзнуть не должно на улице тепло сегодня еще плюс 6 завтра уж вообще плюс 13 плюс 16 так что нормально буду закладывать камнями не знаю сегодня завтра и топить пробовать доставка еды арбуз мне пиццу принесите пожалуйста ты чё я порубил там еще это пицца спасибо пока пока лед начал таять сегодня днем плюс 14 я его особо не долблю потому что он и так по краям где земля днем на солнышке всегда протаивает там несколько сантиметров протайка ведро не надежно я лучше поменьше наложу а то отвалится ручка кстати вчера читал смотрел маркет смотрел что продают из камней нашел там интересную инфографику скинул я кстати в телеграм-канал подписывайтесь в мой телеграм-канал там иногда какие-то посты короткие заметки выходят это самый простой камень у него срок службы один год габра диабаз там их сколько получается 12 видов разных камней из чего там они состоят они еще оказываются какие-то там разные что-то там выделяют очищают воздух и так далее разные камни как-то даже раньше не задумывался что еще там какие-то разные камни надо сейчас попробую этот заложить может быть сверху еще куплю какой-то другой вид камней а 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 Продолжение следует... Вот это вот 5 коробок я сложил, 100 килограмм. Мне кажется, еще тут на коробке две, чтобы нормально было. Сейчас еще коробку помою, положу, посмотрим, как будет. Продолжение следует... 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 Сейчас Лену первую отправлю. Пусть тестит. Я тебе тут уже вот накрыл. Стол, стул, тазик, вода. Всё, Лена сходила, я пришёл. Недолго она тут подержалась. Говорит, сильно пахнет лакокрасочными. Ну, вот это вот маслом этим или чем-то. Да, запах такой довольно резкий ещё есть. Вот, в остальном пока что всё отлично. Говорит, ещё зря, говорит, мы сэкономили место в бане. Не сделали её вертикально. Тут будет типа пыль набиваться. Ну, пусть набивается, в принципе. Тут не особо-то пыльно в бане. Всё, я пошёл. Первая баня. Своей баня. Фух, на улице-то как кайфово. Тепло, ветра нет, звёзды. Можно постоять, посмотреть звёзды. Послушать вой. Собак или шакалов прям воют. Вот сейчас стихли немножко, прям выли. Летом, наверное, будет звук пруда, лягушек, плескание рыбы. В общем, первые впечатления от бани. Жар почувствовал. Жару хватает. Я её ещё подтапливаю. Оставлю ещё немножко подтапливаться её, когда уйду. Чтоб тут всё просохло. Звук пара почувствовал в бане. Прекрасно послушать просто звук пара. Поддавать на каменку. Тишину такую послушать. Хотя на улице тоже тишина, ну, кроме собак. Вот. Но всё это перебивает жёсткий, ядкий запах. Аж это... Глаза пощипывает, мне кажется, от этого запаха. Особенно вот здесь выходишь. В самой парной ещё не так. Там видно только пол покрашен. Лиственница этим. Кедов сам не покрашен. Липа покрашена. Но пахнет больше всего вот здесь вот в моечной. Выходишь из парной и прям ещё хуже становится. Запах редкий. Вот. Не пахнет гарью. Гарь не чувствую. То есть нигде ничего не пропускает. Но вот запах вот здесь вот конкретно жёстко пахнет. Поэтому не получается насладиться баней запахами. Даже когда поддаёшь какие-то... Я сначала пару капель эфирного масла. Вообще ноль. Не чувствуется. Потом уже пол... Не знаю, сколько туда наплескал, наверное. Много. Тоже не чувствуется. Чувствуется только запах краски. Запах масла. Вот. А хотелось бы ещё насладиться запахом дерева, запахом бани, пара, каких-то ароматов. Но будем это всё дело просушивать. Я не знаю, может ещё завтра затоплю. Пару дней потоплю, пока тут всё не просохнет, не выветрится. Открою все окна. Так-то после первой протопки с вонью заходил, ну, когда не топил, не так пахло. А вот именно когда нагревается, протопишь, нагреется, пахнет сильно. Это всё начинает, видно, сохнуть, испаряться. Ну, и атрибутов не хватает поддавать. Не очень удобно кружкой из кастрюли, мыться в кастрюле. Но для первого раза пойдёт, в общем. Будем осваивать баню, новые знания, как её топить. Натопил вроде бы нормально, но температура... Он, правда, стоит у меня, этот гидрометр, термометр. На скамейке выше 60, даже до 60 не доходит. Хотя, по ощущениям, довольно жарко. Как-то так, такие первые ощущения. В общем, пропотел нормально, сто лет не ходил в баню. Ещё кайф в том, то, что никуда не торопишься. Последние разы всегда ходили в баню. Ну, не знаю, всю жизнь ходили в баню, кроме дома у нас. У родителей, да, на даче. Там не торопишься, там моешься сколько хочешь. А так, когда куда-нибудь идёшь, в съёмную баню только на часы и смотришь, чтобы успеть помыться. Вот, а здесь сколько хочешь, только моешься. В общем, класс. На сегодня всё, заканчиваю. Пошёл отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать это видео лайком. Всё, всем пока. Итак, друзья, утро следующего дня. Точнее, уже день. Проспали просто до 11 часов. Итак, эффект бани был получен. Расслабило так вчера после бани. Такое ощущение чистоты, лёгкости. Сейчас пришёл, хочу её снова топить. Буду топить, пока не высохнет, пока не пропадёт этот запах. Вот, ещё хотел добавить, что место, казалось бы, маленькая банька. 6 метров всего на 2,5. А места, вот я вчера сидел, кажется, что даже на одного человека много. Очень. Вот. И тут, в принципе, достаточно места. И в мою, мне кажется, тоже хватит. Причём мыться можно же там, надо только тазик купить. И там можно мыться, сказали. Можно туда лить хоть сколько воды. Там всё поддоны сделаны. Ну, я имею в виду в парной. Вот. Душ. Ну, просто душ ополоснуться. А так можно всегда мылись в бане. В тазиках, не под душем. Всё тут вроде нормально. Пахнет краской. Ладно, буду топить, сушить дальше, пока не избавлюсь от запаха.